Здравствуйте! Я Ксения Привалова, ординатор первого года по специальности хирургическая стоматология. Академия хлорофилы и кареосина пригласила меня для совместной научной деятельности. Совместно с Алексеем мы провели 10 занятий, в которых я училась, как правильно составлять научные статьи. И хотела бы рассказать, как проходили эти занятия. Дальнейшая и большая часть работы была посвящена анализу литературных источников. И обучению, как надо работать со статьей. Первично была выбрана тема, с которой мы и работали. Тема была посвящена изучению рецессии Десны, обзор литературных источников. Благодаря Алексею я научилась, как удобно и избирательно работать со статьей, отметать ненужные источники, обычно это публицистические статьи, и выбирать полезные, имеющие научный вес. Наиболее часто использовалась литература на английском языке и на русском, а также на испанском и итальянском языка. Сперва статьи на иностранном языке переводились на русский язык. И работа проходила с двумя открытыми окнами. Статья на русском и английском языке. Таким образом, одновременно сопоставляли текст перевода и оригинальной статьи. И работа шла продуктивно. Этим способом работы со статьями я буду пользоваться и в дальнейшем. Прежде всего, в статье мы анализировали введение, материалы и методы, оценку качества фотографий, рисунков, схем и, конечно, оценка научного веса статьи. Обсуждая статью, мы оставляли комментарии к ней, пометки, вопросы в отдельном файле. Алексей доступно объяснил, каким образом, в принципе, надо искать источники, чтобы найти полезные и не тратить на это много времени. До занятий с ним на поиск литературы у меня уходило намного больше времени. Я пользовалась совершенно другими, менее удобными подходами. Я научилась, как правильно обрабатывать источники, группировать, распределять их по разделам, что облегчает дальнейшую работу с ними, а также как работать с большим объемом информации. Алексей дал ясное понимание того, что анализ опыта других авторов – неотъемлемая часть работы. Поэтому необходимо изучать все источники, имеющие отношение к данной теме. Хотя я предпочтительнее использовать источники давностью 5-10 лет, но на своем небольшом опыте я уже поняла, что данная проблема изучается не один десяток лет. И источники, даже не самые современные, помогают понять тему глубже, в динамике. На протяжении наших занятий, конечно, мы все время обращались к теоретическим знаниям по выбранной теме. Подробно ее разбирали вплоть до молекулярных механизмов. Я осознавала свои пробелы в знаниях. Это мотивировало меня на дальнейшее непрерывное развитие и углубленное изучение темы. Вся информация преподавалась в доступной, открытой, понятной форме. Если было что-то непонятно, Алексей всегда отвечал на любые вопросы. Вся информация подавалась наглядно, с демонстрацией экрана для лучшего понимания. Занятия проходили в Зуме по часу в день. Времени на них уходило немного, но при этом занятия были очень продуктивны. В ходе занятий сталкивались порой с такой проблемой, что найденные статьи не имели научного веса, написанные в публицистических целях. Но я не считаю это недостатком. Это часть процесса и обучения, которое потом поможет отделять полезное от ненужных источников литературы. Наш результат двухмесячных занятий — это готовая пионерская статья, тезисы к конференции, готовый доклад и, конечно, огромное желание двигаться дальше и развивать выбранную тему уже более фундаментально. Безусловно, проведенные занятия оказались крайне полезными и укрепили дальнейшее желание заниматься наукой. В результате проведенных занятий можно подвести итоги. Я научилась искать, обрабатывать, анализировать научную литературу, работать с ней в удобном для меня формате, что увеличивает продуктивность работы. Я изучила, как строится работа с литературой, каким образом строится работа собственного исследования. Большое спасибо Алексею за проведенные занятия и до встречи на докладах! Продолжение следует...